здорово народ хочу вам рассказать про накладку эпитер 2 софт я не хочу рекламировать магазин это максимум походу купить ее можно только там не знаю продали они душу дьяволу или как-то договорились с фирмой инхи но купить походу можно только там она представлена вроде как в магазине терапонг но там ее типа надо заказывать может быть она когда-нибудь придет неизвестно вот вроде бы была в магазине ттфу тоже на украине не знаю может они с одними людьми договаривались но я заказывал это максимум поэтому походит только там накладка круто чем круто короче я не мог долго себя найти накладку на бэкон потому что я такой типа исповедую веру в гибриды китай и так далее но весь китай по большей части жесткий и чем играть слева было непонятно я очень долго играл монпро сначала хард потом медиум до софта кстати так и не добрался может стоило попробовать вот и этот монпро крутой но блин жесткий то есть мне как раз я только начал играть слева я использовал кругом слева в основном для подрезок и для блока то есть я слева только начал вводить и когда начал делать топс понимаю что я просто не могу часто сделать этот топс потому что она жесткая и не прожимаю ни хрена не летит надо чуть мягче думал переходить на тензор но мне очень понравилось как тензоры играют на подрезке у меня все начинало вылетать за стол я вообще не контролировал мяч и такой короче не знал что делать у меня была монпро и посмотрел обзор это максимум у них был юпитер 2 софт что он как обычный юпитер только намного мягче но он действительно прям ощутимо сильно мягче он почти тензор я заказал попробовать и могу сказать что это не совсем тензор потому что то что мне нравилось в монпро то есть она на подрезке именно тухлила мяч можно коротко оставить можно очень контрольно подрезать и вот с резкой отыграть и не влетала мне как с тензорами вот с юпитером 2 софт то же самое то есть она достаточно ну все равно тухлит немножко мяч а не как с тензоров сильно вылетает то есть если вы привычно играть тензором там играйте пожалуйста нет проблем вот и к тому же при игре топсом она как раз очень мягкая в сравнении с монпро медиум и топс получался контрольный более того и блок очень контрольный то есть на порядок контролем чем он про то есть она мне слева подошла просто блять идеально и и и но если рассматривать игру не только слева но и справа в принципе ей можно играть исправ то есть например если мне прямо сейчас ее поставить направо я наверно буду играть даже лучше чем играю сейчас просто в силу того что у меня все будет контроль единственное для меня ощутимый минус ей нельзя на максимум прожать то есть она делает контроль на топс контроль на блокирует подачу можно подать достаточно коротко но сделать топс мощно чтобы прям прожать накладку сильно чтобы прям ваще летело ей будет тяжело ну если вы привыкли играть прям достаточно жесткими гибридами или жесткими липучками то справа юпитер 2 софт будет слишком мягко она будет слишком легко прожиматься и мяч будет лететь не так если вы привыкли именно играть на вращении то вращение будет жара ну то есть все прикольно ну то есть там навесной топс какой-то короткий топс это прям все будет круто но именно играть на мощность делать будет тяжело будет не очень контроль непонятно но если вы любите мощный топс то наверное это не лучший выбор плоско бить хорошо я правда плохо бью плоско но как я понял порядок проще чем липучками которыми играл липучками гибридами которыми играл до этого но я вспомню я Для людей, кто играет в тензор, если вдруг ее брать, тут основной плюс, не могу сказать, что она там будет шибко лучше тензоров, основной плюс это цена, она стоит 1100 рублей. И может быть, если вы хотите немножко вот этих киты, чуть более китайского эффекта, чтобы меньше, немножко съедало приходящее вращение и немножко тухлило на короткой игре, можно попробовать юпитер 2 софт, то есть у нее, я бы сказал, есть такой эффект. А так она от тензоров глобально не отличается. Ну, цена плюс 1100 рублей, это прям нормас, если учесть, что какой-нибудь более-менее сносный европейский тензор стоит от 2,5, а то и от 3,5. У меня также ею играл тренер, некоторое время ему она тоже вполне себе зашла, он ей играл слева и даже справа играл, ну и то есть он до этого играл более мягкими накладками, чем я играю ему, поэтому было достаточно привычно, он у него вызвал какой-то диссонанс, ну то есть мне вот справа было тяжело. Хотя, если бы я играл прямо в игре, ну, типа, давайте будем откровенны, я за всю партию, может быть, раза два делаю топс прям мощно, все остальное я, типа, лишь бы успеть, лишь бы добежать, в таких случаях она, юпитер 2 софт для меня бы играла, ну, для меня играет лучше, чем обычный мой юпитер 2 медиум, но при этом, как бы, юпитер 2 медиум я всегда знаю, что я могу сделать мощнее. Тут вот этот предел мощности, он ограничен, хочется расти, поэтому справа пока нет, а слева прям жара, советую, если вы долго искали, не знаете, что поставить, может быть, это ваш выбор, 1100 рублей всего. Ну, еще добавлю, сорокнил DignX 0.5, ну, там правда убитый DignX 0.5, мне вообще тензор не очень нравится, DignX как раз, наверное, яркий представитель. DignX мне, там сильнее намного задержка, чем у битера 2 софта получается, но мне как раз эта задержка не нравится, она слишком долгая, у меня как будто мячик там вообще остался в накладке, и я жду, что он уже на стол полетел, а он только вылетает с накладки, но тем же DignX 0.5 сделать мощно проще, потому что я не боюсь его прожать. На мой взгляд летит он все равно хреново, ну, то есть мне не нравится, как летит этот DignX, но я не боюсь сделать мощно, потому что там DignX толстый, его хрен проражмешь, хотя он вроде бы мягкий, не самый мягкий, но не жесть, вот, его прожать до конца сложно, и поэтому ты все равно можешь сделать мощно, а вот у юпитера 2 софта, так как будто если сделаешь прям на мощь, у тебя мячик может стать немножко неконтрольным. Ну вот, а так глобальной разницы между, получается, тензором и юпитер 2 софт я сильно не заметил, ну, то есть я бы для себя все равно юпитер 2 софт выбрал, просто потому что я привык играть гибридами, мне это удобно. Возможно, если вы привыкли играть тензорами, попробуйте юпитер 2 софт, вам сначала не понравится. Тут ничего сказать не могу. Короче, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дай, ты кто-то бумаг сделал, а мне начать дискортирую, чтобы он в лапке состоял.